Всем привет! Меня зовут Николай Соболев и это Жизнь Ютьюб. Каждую неделю я начинаю с фразы «Эта неделя была полна горячих новостей». Но, честно говоря, я уже сам запутался, какой из выпусков был горячее. Вот, например, на этой неделе снова произошла огромная куча конфликтов. Почему российские популярные звезды ведут себя как быдло? Кто выиграл в споре Микуса и Поперечного? И когда уже наконец-то поставят на место Пашу Бумчика? Это и многое другое мы с вами обсудим в новом выпуске «Жизнь Ютьюб. Видеоверсия». Погнали! Интернет побеждает телевидение. Причем это не мое субъективное мнение. Мне не раз доводилось общаться с руководством крупных телеканалов. И что, друзья мои, блогеры скоро будут везде. Вот увидите, лет через пять в жюри проекта «Голоса» будут сидеть Катя Клэп, Иван Гай, Саша Спилберг и Павел Микус. Господи, хоть бы не Рома Желудь, только бы не Рома Желудь. Куда только в последнее время не пытаются заснуть блогеров для того, чтобы поднять рейтинги. Зачастую, кстати, на халяву. Просыпаюсь я тут недавно утром, захожу в ВКонтакт и что я вижу? «Привет, Коля!» пишет народная артистка России Надежда Бабкина. К слову, когда Эштон Катчер репостнул видео Рокомакофо на свою страничку в Фейсбуке, я и то удивился меньше. Короче, Надежда Бабкина решила не остаться равнодушной и пригласить несколько блогеров на гоголевские чтения перед премьерой мюзикла «Ночь перед Рождеством». «Налепили вареников на неделю, теперь будем читать Гоголя», пишет Надежда Бабкина на своей стене ВКонтакте. Тут-то как раз и произошел конфликт Бабкиной и молоденькой блогерши Плюшевой Ксюши, которая оказалась приглашенной на это мероприятие. «Пока, Ксюша, Плюшевая!» Я выбрала момент, когда она была незанятая, ее никто не отвлекал, рабея и просто очень стеснительная. Я подошла к Надежде Георгиевне, поздоровалась и попросила сделать с ней фотографию, на что я получила такой ответ. «Ты че обалдела? Может тебе еще станцевать?» «Больно строго, я говорю». Выглядит все так, как будто Бабкина объелась недельным запасом вареников, а потом обкурилась спайсухой, потому что лично я не понимаю, как можно так вести себя с людьми, которых ты сама пригласила пропиарить твою тусу. Честно, я очень расстроился, потому что с самого детства у меня сложился образ миленькой, пухленькой женщины, которая водит хороводы со своими потенциальными мужьями и поет «Калинку-малинку». Правильно говорят, репутация зарабатывается годами, а теряется в один миг. На этой неделе Венера, кажется, находится в какой-то не той фазе, потому что все ведут себя крайне агрессивно. Блогер Паша Бумчик стал известным после того, как снял вирусный ролик, как он катается на крыше поезда. Кажется, Паша либо очень сильно ударился головой, либо тоже объелся варениками, потому что скандал за скандалом. То Пашу выгнали из блогерского тура. Ты пидорас или педофил? Что ты в жопу? То Паша куда-то пропал. Я вернулся. Я вернулся оттуда, откуда они все возвращаются. Вот теперь Паша избил фанатов на своей встрече подписчиков. Без комментариев просто. Я не знаю, как можно оправдать человека, хотя, ну, его пытались оправдать в комментариях. И как можно вообще фанатить по тому человеку, который зовет своих фанатов, не может организовать встречу. Естественно, организовывается давкой, в итоге он их просто расталкивает и избивает. Надежда Бабкина, по моему мнению, пушистый кролик по сравнению с Пашей. Лучше на ее концерт сходить. Пойду поем вареников, короче. Самый известный вайнер в России Павел Микус переругался в пух и прах с известным стендапером Данилой Поперечным. Причем сложно было себе представить, что это могло произойти из-за терактов в Париже. Паше Микусу не понравились комментарии Поперечного на тему терактов. А Поперечный, в свою очередь, отметил, что Паша Микус вообще не может анализировать эту тему. Потому что лучше ему заниматься запихиванием огурцов и зефира себе в рот, а также бритьем ног на камеру. Поперечный вдохновился и пошел в Твиттер провоцировать Микуса дальше. А потом вообще переключился на злосчастного Пашу Бумчика, которого назвал самым тупым человеком на Ютубе. Лично я уже жду рубрику «Поперечный против». А вообще с удовольствием посмотрел бы передачу, где Данила находит Бумчика и бьет его пиписькой по голове. Соня Есмин удалилась из контакта. Сама блогерша прокомментировала, что это произошло из-за целого шквала негатива. Вот лично я не испытывал никакой агрессии к Соне, но для меня крайне непонятно, на что она вообще рассчитывала, выкладывая голые фотосессии и лесбийские клипы. Представьте себе, миленькая блогерша выкладывает такое на свою стену и потом удивляется, почему же зрители этого не поняли. Рома Жолудь выпустил видео про то, что он не педик. Вы д**али меня говорить, что я педик. Ты что, педик, Рома? Кстати, я почти досмотрел видео до конца, но аргументы Ромы были настолько слабые и настолько гейские, что я на самом деле еще больше убедился в обратном. У меня вообще секса мало в жизни было, почему педик, как это так? Шестнадцатилетний летсплейщик Позитифон купил себе квартиру за 6 миллионов рублей в Москве. Шесть миллионов рублей? В любом лету? Шестнадцать. Я его шварцам, нахуй. Меня расстраивает только одно, что после этой новости где-то несколько тысяч молодых людей запрутся у себя в квартире и больше никогда не выйдут из дома. Ивангай празднует юбилей. Пять миллионов подписчиков на канале. И мне, честно, даже сложно представить, сколько он зарабатывает. Если вы вдруг увидите его девушку Марьяну Рожкову за рулем новенького Ламборгини в центре Москвы, и она будет снюхивать кокаиновые дорожки с руля, то вы сильно не удивляйтесь. Ну что ж, а это были все новости на сегодня. И в конце концов, по традиции, хочется разыграть уникальную видеосигну от Надежды Бабкиной. Прости, я просто не удержался. Поверили? По традиции, хочется разыграть уникальную видеосигну от сразу же трех блогеров. От всех участников тура Яна Гордиенко, а именно от Саши Кэт, Богдана Кирсы и самого Яна. Для того, чтобы получить уникальные личные видеообращения от сразу же трех блогеров, вам необходимо сделать несколько простых вещей. Именно подписаться на наш замечательный канал, сделать репост этого видео из официальной группы ВКонтакте и, конечно же, подписаться на мою личную страничку. Меня зовут Николай Соболев. Это был «Жизнь.YouTube. Видеоверсия». Всем спасибо и до новых встреч. Пока! Подпишись на канал, для того, чтобы не пропустить каждую неделю «Жизнь.YouTube. Видеоверсия». Ну и, конечно, ставь лайк, если ты, ну, неравнодушный там какой-то.